В 1991 году в Минске на фоне тотального дефицита и пустых магазинных полок прошла серия забастовок рабочих. Эти митинги начались внезапно, в апреле, в ответ на резкое увеличение цен, когда, по неофициальным данным, цены выросли в 2-4 раза. Это была попытка союзных властей провести второй этап так называемых экономических реформ Павлова. Примерно половина населения страны в одну ночь оказалась за чертой бедности. Первым, 3 апреля, на забастовку вышел электротехнический завод. Рабочие, перекрыв движение на улице Козлова, устроили спонтанный митинг. Позже к митингующим присоединились рабочие завода «Шестерен» и заводы автоматических линий. 4 апреля забастовали тракторные и автомобильные заводы. Минские рабочие митинговали две недели без перерыва. Люди расходились вечером, утром приходили на работу, выстраивались колоннами и двигались к площади Ленина. Количество митингующих тогда достигло 100 тысяч человек. 10 апреля забастовка приобрела общенациональный характер. В целом по республике бастовало более 100 предприятий. Требования бастующих сначала были экономическими. Повысить зарплату, пенсии, провести компенсации и доплаты к зарплатам из-за роста цен. Однако потом появились и политические требования. Например, вывести порткомы с территории предприятий. Был создан Республиканский стачечный комитет. С тачкомы появились также в Орше, Молодечно, Борисове, Солигорске, Лиде, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси. Громче всех заявила о себе Орша. Рабочие бастовали здесь еще с начала апреля. Кульминацией протеста стало 25 число, когда горожане перекрыли железную дорогу и не пропускали поезда. Уже на следующий день правительство пошло на переговоры со стачкомом и согласилось выполнить экономические требования. Зарплаты повысили. Бастующим пообещали выплатить компенсацию за апрель. Солигорск стоял, даже когда столица забастовку уже прекратила. В апреле 91-го бастовали шахтеры низких лав 3-го и 4-го рода управления. 10 апреля во время многотысячного митинга на Солигорской центральной площади формируется рабочий стачечный комитет города. 17 апреля на площади принимаются требования политической стачки от города Солигорска. Бастующие отправляют в Верховный Совет БССР телеграмму с требованием о начале переговоров. В противном случае рабочие угрожают продолжением забастовки. Группа шахтеров пешком направляется в Минск и принимает участие в митинге рабочих на площади имени Ленина. Из этой забастовки солигорские горняки вышли лишь в начале мая. До сих пор в памяти остаются и другие массовые акции, проведенные солигорскими шахтерами в начале 90-х. Это и 44-дневная забастовка рабочих Белорусской аллеи в марте-апреле 92-го, и голодовка протеста шахтеров и членов их семей, и невыходы в знак протеста шахтеров из шахты, и марши протеста на Минск. Все это было, и шахтеры были вместе. В этом вместе и кроется ответ на главный вопрос, почему ему удалось добиться успеха. В результате событий апреля 1991 года Совет Министров БССР удовлетворил абсолютное большинство экономических требований забастовщиков повысить зарплату, пенсии и компенсации пропорционально росту цен. И хотя политические требования забастовки не были удовлетворены, события тех дней показали, что вместе мы – сила. Продолжение следует...